Карина Орлова выходит с нами на прямую связь, журналист Эхо Москвы в Вашингтоне. Карина, здравствуйте. Здравствуйте, слышно меня? Вот мы говорим сегодня об экономике, и если посмотреть на ситуацию, как меняется жизнь в Соединенных Штатах Америки, поскольку вы уже достаточно давно там живете и работаете, вот за последние месяцы кардинально ли изменилось настроение американцев, жителей столицы, в частности в связи с пандемией COVID-19 и всеми теми событиями, которые мы сейчас наблюдаем. Ну, я давайте приведу некоторые конкретные примеры того, что касается ресторанов. Вообще рестораны — это огромная часть жизни города Вашингтона. Многие люди, которые были в Вашингтоне, в столице, до, скажем, 2014 года, они, конечно, больше не хотят сюда возвращаться, потому что они помнят тот старый Вашингтон, когда даун-даун был просто местом, где располагались государственные учреждения, и какие-то офисы, и там вообще никакой жизни не было. С тех пор Вашингтон очень развился, и это цветущий город, прогрессирующий. И, естественно, рестораны — это огромная часть жизни Вашингтона. Здесь до коронавируса все скипело 7 дней в неделю буквально, то есть вот, без шуток. И во время коронавируса вот уже 40% ресторанов независимых, ну, маленьких, которые не принадлежат большим сетям, закрылось. И это, конечно, печальный показатель, потому что, естественно, допустим, самые хорошие рестораны, в которые вкладываются много денег, они обычно не принадлежат сетям, да, то есть, например, в Вашингтоне, кстати, есть несколько мишленских ресторанов, да, самое большое — это две звезды, что у нас есть, но это как бы достижение, да. И вот они закрылись. То есть потом я... У нас в доме есть ресторан, не один, но вот я разговаривала со владельцем этого ресторана, и несмотря на то, что они как бы, ну, вот сейчас открылись, да, потому что можно делать посадку на улице и даже внутри, но ограничено там, да, и так далее. Вот, и я бы спросила, почему они так рано закрываются, там, в 9-10 вечера, это очень рано, да. И он мне сказал, что просто нету, ну, спроса нет посетителей, и он сказал, что у людей просто нет денег на то, чтобы тратить их в ресторанах. И это, кстати, ресторан такого же, ну, выше средней ценовой категории. То есть представьте себе, что происходит у людей ниже, да, классно. Вот, так что ничего хорошего это пока не сулит, но как бы такой всеобщей катастрофы тоже пока нет, потому что на самом деле очень многие люди получили неплохие деньги от государства, да. Ведь это была не только помощь в размере 1200 долларов на человека плюс 500 на ребенка, но это также можно было обратиться за пособием по безработице, которое было увеличено на 600 долларов в неделю, увеличено. Итого вот я знаю людей, которые там не работали до коронавируса, и во время коронавируса они вот в какой-то момент получили в месяц там 5600 долларов помощи. Это больше, чем они вообще когда-либо зарабатывали. Вот, поэтому вот так вот. То есть, не знаю, если мой ответ вам что-то проясняет, вообще дает как бы представление о том, что происходит. Магазины, например, да, открыты, ну, частично. Многие до сих пор работают на только то, чтобы отдавать покупки, которые там сделаны, да, онлайн. То есть, нету входа. Некоторые магазины работают, но тоже все очень ограничено, конечно. Говоря о том, как меняется мир, наблюдаем мы, конечно, еще в контексте тех событий, связанных с чернокожим населением Соединенных Штатов Америки. И, например, юрист ООН, Анна Литва, которая сегодня выступала на латвийской радиостанции Болтком, она высказала предположение, ну так, осторожно, но тем не менее, что дело может вообще дойти до гражданской войны. Вот насколько эта история, которую мы видим, конечно, отсюда, из Риги, только благодаря интернету, телевидению, средству массовой информации, может изменить Соединенные Штаты? И вот насколько это серьезно, скажем так, и есть ли действительно риск гражданской войны, предчувствие гражданской войны, как Белодин? Ну, мне кажется, что вот сейчас прям уже нету таких опасений, потому что все-таки протесты, да, пошли на спад, и как бы более-менее все утихло, но то, что происходит, это так называемая культурная революция, называют новой культурной революцией, и она происходит на всех уровнях, она, допустим, происходит на уровне высшем интеллектуальном, я не знаю, если вы следите за тем, что происходило в газете New York Times, скандал за скандалом, когда был уволен глава, как по-русски называется, ОПИТ, да, колонн, ну, как бы отдела колонок, то есть мнений, которые вообще, которому пророчили, там, пост будущего вообще главы всей газеты New York Times, да, он по главе, там, он был уволен, потому что New York Times опубликовала колонку Тома Коттона, это сенатор-республиканец, очень вероятно будущий кандидат в президенты не на этих выборах, конечно, но на следующих молод, достаточно, да, и такой, как бы, ну, он, в принципе, является сторонником Трампа, но не таким неярым, то есть он, как бы, из числа таких более-менее умеренных, вменяемых республиканцев, да, и он сенатор, он глава комитета по вооружению, и он опубликовал колонку, это когда были протесты, в которой призвал ввести войска в те города, где происходят беспорядки и протесты, да, и случился скандал, когда читатели New York Times в Твиттере, New York Times это очень-очень, левая, ну, как бы, она стала очень левой такой газетой, она демократическая газета, но она, как бы, такой, прогрессивно, да, ой, слишком стала, и на нее накинулись читатели в Твиттере, случился скандал, и под давлением, вот, общественного мнения New York Times уволила этого главу колонок, и они не сняли колонку Тома Коттона, но они написали вот такое предисловие к ней постфактум, да, о том, что эта колонка не соответствует стандартам нашей газеты, хотя это всего лишь мнение, вот, и дальше это продолжается, вот, из New York Times ушла еще одна журналистка, которая таких центристских взглядов придерживалась, и она писала о том, как вот, что происходит в среде, да, вот, прогрессивных либералов, то есть, короче говоря, смысл в том, что страна реально поделилась на два лагеря, и причем на всех уровнях, а на интеллектуальном, на, там, да, вот, обычном уровне, и, ну, гражданская война, вы знаете, она, конечно, может вспыхнуть, наверное, достаточно просто в Америке, потому что в Америке огромное количество оружия у людей на руках, наверное, ни в одной другой стране такого нет, да, и люди владеют им законно, и вы видели все, наверняка, эти протесты против ограничений карантина по коронавирусу, которые проходили в Мичигане, в некоторых других штатах, когда вот вооруженные вот такими винтовками, я вот не шучу, люди, сторонники Трампа, Трамп, кстати, призывал их всех выходить, приходили к местным капитолиям и требовали снять все ограничения. Это не шутки, действительно, все, как бы, достаточно взрывоопасно, но и все зависит, конечно, еще от поведения, ну, Дональда Трампа, президента США, который всячески подстегивает, да, вот, как бы, разделение страны. Он вообще начал это делать с самого начала, как тот пришел к власти, когда случились беспорядки в Шарлоттсвилле в 17-м году. Кстати, опять же, по поводу этой же темы, там, по поводу памятника генералу Ли, конфедерату, его снесли, наконец-то, только что в июне, в июле, вот, и, да, и случились, ну, там был марш, он был, как бы, согласованный, как можно так говорить, марш ультраправых, там, националистов, куклукс-клан выступал, там, с лозунгами замечательными, типа, евреи нас не заменят и так далее, чтобы вы понимали. И там случились контр-протесты левых, да, там, прогрессивных сторонников. И в результате столкновения случились, и кто-то из числа вот ультраправых задавил насмерть девушку. Тогда Дональд Трамп сказал, он отказывался до последнего осудить вот этих вот ультраправых националистов, и максимум, что он из себя выдавил, там были нормальные, хорошие люди с обеих сторон. Ну, вот, и с тех пор вот оно только ухудшается, да. И он никак не хочет объединять страну, Трамп в этом не заинтересован, потому что у него есть свои сторонники, это ядро, там, сколько там, 30%, да, наверное, от всей страны, может быть, чуть поменьше или чуть побольше. И это такие ультра-ультра, вот все, что можно к ним применить, да, ультра-националистически настроенные, и им не интересен никакой компромисс, ничего, ни движение вперед, только вот хардкор. Ну, Данна Литвак, она как раз юрист ООН, стату, которую приводил сейчас Вадим, она как раз говорила о том, что гражданскую войну, по ее мнению, возможно, очень осторожно она это сказала, могут спровоцировать сторонники и противники Дональда Трампа, то есть, словно, сторонники Джо Байдена или сторонники Дональда Трампа, если они как-то вот соединятся. То есть, у нее было такое мнение по этому поводу. Ну, просто, как бы, понимаете, что такое сторонники Джо Байдена? Вообще, как бы, нет такой категории, как сторонники Джо Байдена. Есть противники Трампа, но это достаточно, вот прям, которые именно конкретно противники Трампа, да, и нельзя поделить их, вот, вот, сторонники Трампа есть такая группа социальная, да, она очень понятная, а вот сторонники Джо Байдена, я бы сказала, что нет, нет, У него действительно есть свои сторонники, но многие, кто будут голосовать за Джо Байдена в ноябре этого года, они будут голосовать за Джо Байдена, а потому что Трамп им неприемлем ни в каком виде. Республиканцы будут это делать, будут голосовать неопределившиеся люди не потому, что им так нравится Джо Байдена, а потому что им совсем не нравится Трамп. И эти все люди, конечно, объединены против Трампа. Давайте лучше поделим, правильнее будет разделить на такие категории, кто за Трампа и кто против. Ну, конечно, у Байдена, естественно, тоже есть свои сторонники. — Что думаете по поводу смены флага штата Миссисипи? — Ой, да, они там поменяли, приняли решение отказаться от знаменитого вот этого символа конфедератов. Я считаю, это прекрасное решение, я вообще поддерживаю все решения, которые связаны с устранением и заменой каких-то символов конфедерации. Дональд Трамп, например, называет этих людей героями Америки, а я вот не считаю, что они были героями. Ну, в смысле, меня никто не спрашивал, понятно, но просто дело в том, что он как бы говорит, что они сражались за Америку, за страну. На самом деле они сражались против части своей страны и против своих же сограждан. Это была гражданская война, это была не война с внешним врагом. Сегодня, кстати, очень важное решение было принято внутри Пентагона. Генерал, глава Пентагона, генерал Марк Эспер опубликовал новые правила. Там конфедераты и символы конфедератов не названы по имени, по названию, но совершенно четко эти правила говорят о том, что со всех военных объектов США будут убраны любые символы конфедерации. И это огромный шаг против Трампа. Это прямое противоречие ему, потому что еще месяц назад Трамп высказывался очень резко. По этому поводу, там зашла речь о смене названий некоторых военных баз, которые носят имена генералов конфедерации. Он сказал, даже думать об этом не буду вообще. И вот теперь Пентагон вводит новые правила, которые обязывают все военные объекты снять, убрать любые символы. То есть это находится в компетенции главы Пентагона. И это, конечно, здорово. Это здорово не только в культурном и социальном аспекте, а еще и в том, что армия США совершенно точно не находится на стороне Дональда Трампа, когда он его заносит в такие уже авторитарные какие-то полеты. Например, когда разгоняли мирных протестующих для того, чтобы он перебил дом, для того, чтобы он пошел сфотографировался с Библией в руках перед церквью. Это вообще неприемлемо. И на самом деле с ним и Эспер, и другие, и Марк Майли, глава объединенных штабов, они с ним прошли. Но потом все высказались, сказали, что это была ошибка, это было неправильно, публично они сказали это. И сейчас очень много, кстати, колонок пишется, вообще анализируется состояние армии и отношение к Трампу. Это очень важно, потому что это важно в контексте того, что будет происходить в ноябре 2020 года. Потому что совершенно не факт, что Дональд Трамп добровольно захочет покинуть Белый дом. Я, если вы думаете, что я просто слегка сумасшедшая, это совершенно не мои выдумки, потому что существует целый проект, посвященный вариантам развития событий, при которых Трамп откажется покидать Белый дом. Ну, при том, что, конечно, он там проиграет, да, естественно, мы об этом говорим. И этим занимаются люди профессиональные, там, это все публично, и это есть такой вариант. И, конечно, роль армии будет решающей в этом деле. И, кстати, армии, американские граждане стабильно доверяют больше всего. Вот по всем опросам армия на первом месте по степени доверия. Ну, вот пишут наши зрители, просят вам передать, что передайте Карине, что ее знают и любят в Латвии, пишет наш зритель Лабрита. Ой, спасибо большое. Не знала, что меня есть зрители. Возвращаясь к теме США, есть мнение, в общем-то, не секрет, и вы наверняка его знаете, о том, что Россия достаточно сильно влияла на выборы в Соединенных Штатах Америки. Вот если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения такого рационального и объективного, насколько сильно влияние России в США и вообще вот операции спецслужб, какие-то попытки вмешаться в выборы, если они были, конечно. То есть это не преувеличенная история, потому что кажется, что Россия, которая проигрывает экономически и даже технологически Соединенных Штатах, может там делать то, что она хочет. Вот насколько Россия влиятельна в США? Ну, коллеги, я, конечно, оценила ваше мнение обо мне высокое, о том, что я могу вам прямо так сходу выдать заключение, но в принципе могу вам сказать, что я бы рада. Я бы рада. Я бы рада. Но дело в том, что этим вопросом как раз занимался два года почти спецпрокурор Боб Мюллер. Как раз устанавливали, насколько... Вот то, что в России вмешивалось, это восстановленные факты, это понятно. Пытались понять, вот насколько она повлияла вот именно. Ну, считается, что нет. Вот, да, что вмешивалось, но как бы исход выборов не определило. Я не знаю, потому что вообще-то выборы были решены 80 тысячами голосов. Конкретно там в Висконсине еще в одном штате. Вот, не определившись, да. То есть это было вообще вот прям на грани. Что касается России, она, конечно же, она вмешивалась, продолжает вмешиваться и будет. Это не моя оценка, это оценка разведсообщества из американских спецслужб. И вот, например, только что, да, вчера была новость о том, что русские хакеры взломали, пытались, да, или взломали, взломали западные лаборатории, пытаясь там украсть данные по разработке вакцины от коронавируса. Ну, вот удивительно это. Ну, конечно, нет. Естественно. А главное, сегодня Россия объявляет, что какую-то они там уже, что они официально какую-то будут вакцину производить по соглашению, да, типа по франшизе. То есть вот у меня в голове это вообще не укладывает. С одной стороны, русские, понятно, они делают это по заданию власти, естественно, не сами. Это все хакеры ГРУ, они там, это государственные хакеры как бы, да. И, с одной стороны, они как бы пытаются украсть, с другой стороны, они вообще делают вид, что они просто ни при чем и объявляют о том, что они сейчас будут производить, вот, пожалуйста, официальную вакцину. Ну, просто цирк, да. Потом взломали только что, опять же, вчера стало известно, позавчера взломали твиттер Джо Байдена, Барак Обамы, Илона Маска, а кто там еще? Кто там еще? Джеффа Безоса. В общем, всех-все-все. Кань Уэста, кстати, тоже. Да, но вот мое мнение, это мое мнение, у меня нет данных. Вот я считаю, что это сделали, естественно, русские. Почему? Потому что целью была, естественно, атака не сами эти люди, да, не владельцы этих аккаунтов, а, естественно, сам твиттер. Потому что твиттер занимает очень анти-трамповскую позицию. Джек Торси, глава твиттера, он такой социально ответственный бизнесмен, в отличие от Марка Цукерберга, главы фейсбука, которые вообще отказываются какие-то вводить ограничения, и, в принципе, фейсбук сам признал, что они привели Трампа к власти благодаря этой кампании, которую штаб Трампа проводил в соцсетях в фейсбуке конкретно, а твиттер действует по-другому. Они стали отмечать твиты Трампа, да, как там, несоответствующие действительности, информация, которая должна быть проверена. И, в общем, как бы стали, ну, социальную ответственность на себя вести, плюс они запретили всю политическую рекламу. И, конечно, как бы, вот, целью этих атак стал твиттер, потому что заголовки были на следующий день такие. Твиттер ненадежен. Все, там, вот, миллиардеры, да, там, Сильный Миросевой, даже кандидат-президент, они, вот, поняли, насколько ненадежен твиттер. А они, там, информацию хранят, и каждый день они взаимодействуют через твиттер с миром. Вот, вот. Поэтому, да, Россия, конечно, она будет атаковать. Самое ужасное, что она, конечно, наверняка будет, как она пыталась это делать в 16-м году, будут атаковать сами избирательные системы, то есть, да, ну, машины. Вот это вот, я не знаю, это очень опасная ситуация, на самом деле, потому что там действительно можно поменять голоса и, как бы, подменить и так далее. Вот это интересный сюжет будет. Ну, в плохом смысле интересный, но за ним надо следить. Спасибо вам. Карина Орлова была с нами на прямой связи из Вашингтона, журналист Эхо Москвы. Спасибо, Карина, что нашли время и вышли к нам в прямой эфир. До свидания. Спасибо. Продолжение следует...